Друзья, у нас есть огромное количество хороших новостей. Во-первых, мы поговорили с компанией Урал Саунд, и они согласились взяться за наш батон. То есть это самый низкий, самый узкий, самый быстрый УАЗ Буханка, при этом он еще будет самым громким. Будем пихать сюда много музыки. Соберем полмиллиона просмотров, и будет видос. Так что делитесь видосом, ставьте лайки, пишите комменты. В этой серии мы будем подготавливать, во-первых, машину к установке звука, а во-вторых, мы будем заниматься тем, что вы так часто просите в комментариях. Начнем мы с того, что избавимся от этого спойлера. Как бы странно это все не выглядело, мы продолжаем на самом деле строить машину. Просто в прошлый раз мы ее строили в одну сторону, а теперь мы ее строим в противоположную сторону. Мы сняли все, что приклепывали в прошлой серии, потому что вот это пространство нужно полностью переделать. Здесь все будет в коробах для музыки, и, соответственно, нужно здесь какие-то, я не знаю, что-то наварить, какие-то направляшки, какое-то крепление для этих коробов. Сейчас мы этим будем заниматься. Я не представляю, как это здесь реализовать, потому что мы не понимаем, куда запихивать. Тут столько музыки. Мы сейчас позвонили Диме, который будет все устанавливать. Он нам сказал размеры коробов, они не вмещаются. То есть у нас целиковая жопа отдано музыке, и здесь ни хрена не помещается. Как это все будет делаться, я понятия не имею. Как нам уместить все? А самое интересное, что мы не хотим... Как бы есть, конечно же, вариант взять, уменьшить просто количество ингредиентов, но не хочется, потому что там такая дичь, что как бы нереально вообще от нее отказаться. Поэтому будем ждать уже следующей серии. Будем звать сюда Диму, чтобы он приезжал, сам смотрел и показывал нам, что как делать. А пока что будем заниматься уже следующими вариантами. Нужно, наконец-то, спилить спойлер. Вы давно уже просите, чтобы мы убрали все дефекты по кузову, всякие вмятины и так далее и тому подобное. Этим мы сейчас и займемся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, машина подготовлена к покраске. Ребята вытащили все вмятины. У нас морда была очень кривая. Теперь все ровненько, все зашпатлевали. Подровняли более-менее. И будем придавать уже новый вид автомобилю. Тоже цвета будут черно-красные. Больше уйдем в такой некий классический американский стиль. Жопу мы собрали пока что временно на нескольких саморезах, потому что один фиг ее потом надо будет раскрывать, чтобы туда засовывать музыку. Поэтому просто на несколько саморезов. Временно, главное, чтобы покрасить. Осталось только спилить наш спойлер и можно красить. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы покрасили машину, заровняли все вмятины. Теперь никто нам не будет предъявлять, что это выглядит как говно. Раньше говорили, что машина похожа на вагон РЖД, теперь похожа... Не знаю, напишите в комментах, что вам теперь напоминает эта тачка. Вы же так любите игру в ассоциации. Лично мне он напоминает Дарта Вейдера. Я не знаю почему, но когда я смотрю на эту рожу, это 100% Дарт Вейдер. Нужно саундтрек сделать из «Звездных войн». Так вот, следующая наша остановка – это остекление. Вы все давно просите, чтобы мы сделали стекла. Я, кстати, не понимаю вот этого парадокса. На этой машине ездим мы с Лехой, но ничего не видно вам, без лобаша неудобно вам, и еще есть целый список того, что вам неудобно, хотя вы сидите на диване и смотрите это все через экран. Ну ладно, хорошо. Мы сделаем остекление, но исключительно, ну как бы больше по тому, что мы будем строить музыку внутри, и нам нужна хоть какая-то защита от дождя, от влаги, от осадков и так далее. То есть верхушку, вот этот ракет, мы уже промазали все герметиком, и сейчас мы закроем вот это вот все, чтобы внутрь не попадала влага. Как сделать кастомное остекление практически на любой автомобиль, особенно если у вас корч какой-нибудь, да и просто некоторые там боковые стекла из пластика хотят для облегчения кузова? Можно пойти несколькими путями, можно пойти самым правильным, наверное, путем, это заказать на заказ триплексное лобовое стекло, его делают многие фирмы и так далее и тому подобное. Можно вообще остекление в круг сделать такое околозаводское, но это очень дорого. Это абсолютно точно не наш путь. Второй вариант это пластик. Вот это путь 100% наш. Мы пошли в обычную фирму, которая делает всякий пластик, наружную рекламу в общем, и заказали тонкое оргстекло. Оно прозрачное, сейчас оно в защитной пленке, но суть в том, что оно прозрачное и оно толщиной 2 миллиметра. То есть оно спокойно гнется, оно принимает форму, которую нам нужно и режется за чем угодно. Мы его будем резать, наверное, болгаркой. Суть в том, что в круг нам все обошлось чуть больше 2000 рублей. Пластик на все окна в круг. Это бюджетно, это наш путь. Так и будем делать. Это вот эту форму найти и отмерить стекло. Но это, блин, жестко. Картонку сюда не подложить никак. Мы уже пробовали и так и всяк. Сейчас пробуем сделать формочку, туда положить мягкую бумагу, и потом это лекало перенести на картон, картон подгонять, а потом уже стекло. Жестко. И вот так вот полдня можно заниматься такой фирмен. Итак, мы нарезали наши окна. Теперь мы решили их затонировать, чтобы минимизировать количество вопросов «А как ты рулишь? Ты же ничего не видишь! Ты же ушатаешься!» И тому подобное. Затонировался, и вообще никто не знает, где сидит водитель. Итак, мы закончили работать с остеклением автомобиля. Затонировали пластик. Пластик, если кому интересно, тонируется абсолютно так же, как и любое автомобильное стекло. Никаких премудростей нету. Обычной тонировкой, самой дешевой китайской, конечно же, по той же самой технологии. Если кому вдруг и вот такой вопрос интересен, то не тонированный пластик, вот он абсолютно прозрачный, выглядит тоже как стекло, оно, соответственно, гнется. Но если его сильно согнуть... Нет, смотри, не сломался еще. А когда он сломается? Он же должен сломаться. Вот это тема, ты посмотри. То есть он сломается когда-нибудь? Он вообще не ломается. Короче говоря, пластик, это оркстекло, обычное оркстекло 2 мм. Клевая тема. Так вот, устанавливали сюда мы его точно так же, как и обычное. Автомобильное стекло аналогично вклеивали на герметик, специальный автомобильный, стекольный. Но у нас возник вопрос с лобошом. Главный вопрос заключался в том, что через лобаш у нас осуществляется единственный доступ к мотору. То есть либо через салон, либо с этой стороны через лобаш. И вклеивать его было бы абсолютно неправильно, потому что, ну а как, если что, обслужить мотор? Поэтому мы решили сделать лобаш на быстросъемах. Долго думали как и решили, как бы, что придумывать велосипед, нужно делать болтосвар. Поэтому напилили болтиков, наварили их друг другу обратно, но уже под 90 градусов, получились такие Г-образные кронштейны, приварили их по периметру, затем в нужных местах просверлили сам лобаш. Чувак, у тебя горит рука. Я вижу эти щетки. Теперь все. По итогу у нас получился лобаш, который можно в любой момент отвинтить и снять с машины, получив доступ внутрь. По-моему, во-первых, выглядит классно, во-вторых, ну прикольная реализация. Быстросъемный лобаш, это вот в нашем стиле. По итогу нам осталось решить самый главный вопрос, я уже думаю, все уже написали в комментах, ну какого хрена, когда, когда ты решишь этот вопрос и решать его наконец-то уже, ну хотя бы под конец серии ее нужно решить. Колесные арки, это самая кривая часть кузова на сегодняшний день, тем более на фоне круглого колеса. Обрезать их идеально невозможно, поэтому вот этот срез нужно просто закрыть фендером, казалось бы, что может быть проще, но у нас есть проблемка. Когда мы устанавливаем фендер на место, колесо, соответственно, уходит внутрь кузова визуально и выглядит это очень убого. И нам нужны проставки. Вообще, как бы люди нормальные, адекватные делают эти проставки или адаптеры, тем более если большого диаметра, большой толщины из алюминия, потому что алюминий жесткий, он прочный и он легкий очень. Можно сделать, конечно, и столюги, на самом деле нельзя, потому что столюга, она очень тяжелая, хотя это самый дешевый вариант, а алюминий самый дорогой. Но мы нашли идеальное соотношение цены и качества. Мы нашли максимально легкий материал, который стоит дешевле алюминия во много раз. Это пластик. Да, вы скажете, что из пластика делать проставки это вообще ни разу не по уму, ведь они же отвалятся, они же развалятся, просто раскрошатся на первой же кочке и колесо улетит, убьет двух детей, одну собаку и кошку. Но мы вас не слышим, потому что этот видос, он в записи, понимаете? Для нас ваше сегодня это завтра, а для вас наше сегодня это вчера, поэтому здесь не состыковочка. И мы по-любому поставим эти проставки. Сделал их для нас Леха. На Леху мы оставим ссылочку внизу, у него есть всякие там ЧПУ, всякое, короче, все, что нужно, чтобы делать любые практически запчасти на заказ. То есть, если вам нужны колесные проставки или что-то где-то подточить на станках, обращайтесь к нему, у него все очень бюджетно, тем более он может вам подсказать, где взять вазь. Итак, наконец-то мы доснимали эту серию, все сделали, все, что вы просили, все сделали, что мы хотели. Теперь машина стала красивой и она готова к тому, чтобы стать еще и самой громкой в следующей серии. Субтитры сделал DimaTorzok Огромное спасибо сервису Гарнизон за то, что нас приютили, помогли нам своими какими-то там советами покрасочной камерой и инструментами. Кто-то недавно у меня спрашивал, где покрасить тачку, малярку спрашивал. Вот, пожалуйста, у нас новый дружественный сервис Гарнизон. Здесь есть лесарка и малярка и все, что вы пожелаете, приезжайте, милости просим, заодно здесь увидите наши проекты. Значит, что-то еще хотели? Спойлер. Спойлер заключается в том, что нам сделали первые пару коробов, чтобы мы их примерили, влезают или не влезают. И, короче, смысл в том, что они вроде как влезают туда, но вплотную. То есть они вымещают абсолютно все полезное пространство, с учетом того, что у нас там под железом еще есть сама рама конструкции автомобиля и колеса, которые внушительного размера тоже занимают какой-то объем. В общем, они туда кое-как залезают, но проблема в том, что нужно же туда еще поместить под них, вокруг них их обвязать как-то трубами, чтобы это все держалось, а не просто так положили, как бы и болтается там. То есть нужно еще каркас какой-то построить. Как это сделать, непонятно пока что. Мы над этим работаем, но я вас уверяю, что все мы запихнем. Впихивать не запихуемо, это наш профиль. Мы все сварим, все, что будет мешать, мы все отпилим, все будет нормально. В следующей серии про батон вы это обязательно увидите, поэтому не пропустите ее. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и обязательно ставьте колокольчик, чтобы уведомление вам приходило. Увидимся!